Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мне было 23 года, когда я покинула свой дом, чтобы отправиться исследовать мир. Во всяком случае, именно так я называла это для самой себя. Получился путь длиной 5 лет через разные страны, через путешествия, жизнь и работу в Азии. И в какой-то момент я стала обращать внимание, что очень многие люди, которые встречались на моем пути, люди разных профессий, национальностей, разных вероисповеданий, действительно разные люди, желали мне одного и того же. Мы встречались, знакомились, делились подробностями своих жизней, и напоследок они все как один говорили, желаем тебе однажды все-таки найти себя. О чем вы? Я не ищу себя. Я всего лишь сменила 4 страны для постоянного места жительства, 6-7 видов деятельности и переезжаю каждые полгода год. Но вслух я, конечно же, говорила, спасибо, и вам того же. В какой-то момент игнорировать это пожелание стало сложнее, потому что оно оставалось таким же неизменным, как и моя внутренняя неудовлетворенность. Сколько бы раз я не меняла вид из своего окна, хоть на прекрасные Гималайи, хоть на буйство Индийского океана, сколько бы раз я не меняла свою деятельность, хоть на шикарный офис пятизвездочного отеля, хоть на кресло в собственном доме, обеспечив себе полностью удаленный график работы, внутри продолжало что-то свербеть. А я даже до конца не понимала, что именно. Шел уже пятый год моих исследований мира, когда я в очередной раз столкнулась с тем, что меня не до конца устраивает место, где я живу, и дело, которым я занимаюсь. И я впервые в жизни решила перестать убегать от вопросов. Как найти себя? Как найти дело своей жизни? Как найти свой путь? С того момента этот ребус меня увлек, и я решила поставить все неудобные вопросы перед собственным носом, и не убирать их оттуда до тех пор, пока не найду ответы, во всяком случае, для своей жизни. Достаточно быстро я зашла в тупик с вопросом, как найти себя. Скажите, кто это себя, которое надо найти? Кто его будет искать? И как ты называешься, пока не нашел? Получается, себя ищет себя, а до тех пор является себя без себя. Я оставила этот вопрос от греха подальше. И решила заняться делом. Мне казалось, что постановка вопроса, как найти дело своей жизни, мне дастся легче. Но не тут-то было. Скажите, что такое твое дело? Что такое дело всей твоей жизни? Первое, что приходило мне на ум, это дело, которое мне нравится. Это дело, которое меня вдохновляет. Это дело, которое заряжает меня энтузиазмом. Это дело, которое приносит мне удовольствие. Хорошо. Я стала смотреть на свой опыт. Я начала свою трудовую деятельность с 16 лет. И к своим 28 годам на тот момент я успела поработать. Гидом-переводчиком, продавцом, специалистом по рекламе, начальником рекламного отдела, помощником руководителя в турфирме, тревел-журналистом, копирайтером и блогером. И мне пришлось признать, честно признать самой себе, что я получала удовлетворение от каждой этой деятельности. Мне нравилась каждая моя работа на первом этапе. В 18 лет я работала гидом-переводчиком в долине гейзеров на Камчатке. И меня очень вдохновляла эта деятельность. Она мне очень нравилась, правда. Но вопрос в том, что я не была готова работать гидом всю жизнь, сколько бы энтузиазма не давала мне эта деятельность. И то же самое оказалось всех последующих моих видов деятельности. Получалось, я не могу дать определение тому, чего я ищу. Ведь критерий «дело мне нравится», «дело меня удовлетворяет» было все-таки недостаточным для того, чтобы дать определение, так что же является делом твоей жизни. Мои странствия завели меня в Непал, где я жила какое-то время. И однажды я нашла себя за разговорами на вселенские темы с одним жителем Индии. К моему большому сожалению, я не могу вам его представить как выцвешившего столетнего старца, который вещал истину в глухом гималайском предгорье. Я понимаю, что этому было бы легче верить. Но давайте честно, это было действительно гималайское предгорье. Модный итальянский ресторан. Он статный, высокий, 30-летний красавец, успешный болливудский актер. Я познакомилась с ним и с его командой, когда они снимали эпизод для своего фильма в Пакхаре, где я жила на тот момент, и мы договорились вечером поужинать. И за разговорами я задала ему такой вопрос. «Скажи, ты веришь в карму?» Конечно, я спросила лукаво. Я прекрасно понимала, что все индейцы верят в закон перерождений. Просто мне хотелось затронуть эту тему, а мой собеседник явно был не проще поболтать на такие темы. «Конечно, верю», — ответил он. «Это суть нашей жизни». Получается, что то, что происходит в нашей жизни сегодня, по большому счёту сильно зависит от того, что было в прошлых жизнях. Так? «При чём тут прошлые жизни?» — ответил он. «Я говорю только о карме этой жизни, которая трактуется следующим образом. Сегодня — это то, что ты делал и мыслил вчера, а завтра — это то, что ты делаешь и мыслишь сегодня». Позвольте я повторю. «Сегодня» — это то, что ты делал и мыслил вчера, а завтра — это то, что ты делаешь и мыслишь сегодня. Друзья, я не знаю, как вы можете описать состояние, когда вас пронзает стрела озарения по вопросу, который давно ходил за вами по пятам. У меня просто не было слов. Так просто. Всё оказалось так просто. Если сегодня ты ищешь себя, свой путь, своё предназначение, если сегодня ты ищешь дело всей своей жизни, то завтра ты станешь человеком, который продолжает искать себя, свой путь, своё предназначение. Завтра ты будешь человеком, который продолжает искать дело своей жизни. Путь, вернее, поиск рождает только поиск и ничего более. И именно этим занималась я все свои годы в прошлом. И это действительно может продолжаться годами. Друзья, не повторяйте мой опыт. Это может продолжаться буквально пять лет, семь лет. Одна простая мысль изменила всю мою жизнь и помогла, наконец, обрести внутреннее равновесие. Себя невозможно найти. Себя можно только создать. Эта мысль стала моей мантрой. Первое, что я сделала, это изменила вопросы к самой себе. Как найти дело своей жизни теперь звучало по-новому. Как создать дело своей жизни? У этого вопроса совсем другой вкус. И на этот раз он мне нравился намного больше. Нет никакого поиска. Есть только инструменты здесь и сейчас. И с помощью этих инструментов ты прокладываешь свой путь куда угодно, в том числе и к новым инструментам. Я задала себе следующие вопросы. Что я могу? Что я хорошо умею делать? То есть какие инструменты есть у меня в наличии прямо сейчас? Получилось следующее. Я могу писать. Я могу легко находить общий язык с разными людьми. И я могу быстро учиться новому. Я даже нашла плюс в частой смене работ в своем прошлом, ведь именно это научило меня легко вникать в самые разные процессы с нуля. Всего трех инструментов на старте хватило для того, чтобы запустить процесс под названием создание дела своей жизни. Я открыла свой сайт, стала писать на темы, которые меня интересуют, и приглашать к диалогу к единомышленникам. Выяснилось, что схожие вопросы волнуют далеко не только меня, и мой проект стал расти. Чем больше я вкладывала сил в развитие своего дела, тем больше возможностей он передо мной открывал. И знаете, что оказалось самым главным для меня? Это отсутствие столь низких потолков и столь узких рамок, которые так мучили меня на любой другой работе в прошлом. Сомнения рассеялись в какой-то момент, и для меня стало ясно и очевидно, чему я хочу посвятить всю свою жизнь. Сейчас, оборачиваясь на часть своего пути назад, я могу сказать, что в какой-то мере это похоже на восхождение в гору. В начале трека ты даже не видишь вершину, и в принципе не до конца понимаешь, а тот ли путь ты выбрал. Но по мере продвижения от одной смотровой площадки к следующей твой обзор увеличивается. Друзья, такое продвижение не имеет ничего общего с диванными поисками, когда мы рассуждаем больше, чем делаем. Здесь важна ваша полная стопроцентная отдача в текущий момент. Причем отдача, несмотря на то, что вы не видите сегодня вершины, и не до конца понимаете, а ту ли дорогу вы выбрали. Кстати, мне стоит уточнить, что для того, чтобы подняться в гору, необходима определенная боль в мышцах. Вернее, без определенной боли в мышцах подняться в гору невозможно. И напоследок, еще один вопрос к себе, который я заменила в диалоге с самой собой. Как найти себя? Теперь это звучало, как создать себя. Причем с учетом, что я пришла к этому пониманию с багажом определенных стереотипов об этом мире и о самой себе, я скорректировала вопрос следующим образом. Как создать себя заново? Теперь мне уже было предельно ясно, кто это себя, которое надо создать заново. Я взялась за свое тело. В моей жизни появился бег, плавание, йога и правильное питание с большим количеством овощей и фруктов. Сегодня я живу в огромном, переполненном, бетонном мегаполисе. Я живу в Москве, и у меня в буквальном смысле больше сил и энергии, чем когда я жила на природе у берега океана. Чудеса? Отнюдь. Это всего лишь закон природы в действии. Что посеешь сегодня, то и пожнешь завтра. Если сегодня вы сеете здоровые привычки, то завтра вы неизменно будете человеком полным сил. Причем где угодно. Но если сегодня вы сеете поиск, сомнения, метания, то и завтра вы соберете соответствующий урожай. И если вы не хотите завтра найти себя ищущим, то делать придется уже сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ